Федеральная программа «Пушкинская карта» реализуется по всей стране с 2021 года. Ее пользователи – граждане от 14 до 22 лет. Они могут бесплатно посещать участвующие в программе учреждения культуры. Это музеи, театры, кинотеатры. На торжественном собрании, посвященному проекту, представители регионального Минкульта подвели промежуточные итоги. По данным Министерства культуры Российской Федерации, Хабаровский проект по количеству мероприятий, организованных по «Пушкинской карте» в Дальней Ассоцией и Литеральном округе, занимает первое место и 22 место среди 80-ти субъектов Российской Федерации. За время работы программы в Крае провели более 8 тысяч культурных мероприятий. К проекту подключено 139 организаций. Одни из самых популярных – Хабаровский краевой театр драмы, Краевой академический музыкальный театр, Музей имени Градекова. Кроме того, на торжественном собрании наградили руководителей школ, техникумов и вузов, которые активно продвигали проект. Это 46 учреждений, которые ребята, 100% учащихся, имеют «Пушкинскую карту». Практически все учреждения системы СПО создали условия, и студенты имеют «Пушкинские карты». В этом году число организаций, которые подключатся к программе «Пушкинская карта», увеличится. Еще 12 учреждений. Среди них детские школы искусств и дома культуры представят возможность молодежи посещать их бесплатно в рамках проекта. В Хабаровском крае планируется вовлечь в программу 100% учащихся. Сейчас их 80. На данный момент обладателями «Пушкинской карты» в регионе являются 90 тысяч человек. Яна Ленкевич, Тимур Новоселов. Для Большого города. Спасибо. 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 Спасибо.